привет мои дорогие подписчики и гости моего канала и сегодня мы находимся в необычном месте в испании добро пожаловать в город гуардамар и сейчас мы с вами идем в прекрасный парк который сделали много-много лет назад для того чтобы дюны пески не поглощали город не засыпались сады этого прекрасного города и плантации было высажено здесь 600 тысяч деревьев и сейчас это превратилось в натуральный парк здесь птицы живут животные вообще парковая зона где сегодня мы с вами и прогуляемся парк площадью 800 гектаров расположены недалеко от средиземного моря он был разбит в конце 19 века чтобы остановить наступление природных песчаных дюн которые угрожали садам и домам местных жителей здесь кстати рядом находится кафе и своего рода тренажеры где можно позаниматься у кого уже лишний вес здесь можно немножечко скинуть пару килограмм а потом опять набрать эти пару килограмм соседнем кафе тени деревьев думаю приятно выпить бокал сангри охлажденный такой напиток национальный испанский и вообще здесь недалеко море затем сразу прямиком прыгнуть в холодную водичку охладить с вашему вниманию вот этот альфонсо парк где мы с вами сейчас находимся он достаточно большой обратите внимание а через дорогу находится другой парк лента софия в который мы позже с вами отправимся а вот это вот голубая это море водичка здесь проходит река сигура которая называется так что здесь хорошо что стоит такая памятка где можно посмотреть направление где что находится ознакомиться вообще здесь очень много я смотрю растительности и здесь и здесь а здесь зона для выгула собачек все город более старый такой реально чувствуется такой жаркий климат испании здесь проложена асфальтная дорога я думаю что здесь даже можно ездить на автомобиле есть очень много запретов здесь нельзя ездить на мотоцикле здесь нельзя разводить огонь здесь нельзя ставить кемпинги ночевать типа натуральная парковая заповедная зона времени встречаются вот такие вот лавочки дорога асфальтная заасфальтирована что в принципе перемещение делает очень комфортным на улице сейчас очень жарко в тени 30 градусов на улице вы представляете вдалеке виднеется горизонт моря здесь и вы получается это его дерево называется вдоль дорожки посажена иногда пальмы встречаются и очень много хвойных деревьев также и прогуляться здесь одно удовольствие потому что дует такой бриз со стороны моря здесь создается тень от деревьев и реально не чувствуется жары гуляем и наслаждаемся отдыхом стороны можно заметить хвойные деревья также ближе к морю есть какие-то постройки и на горизонте красивое море на протяжении 40 лет здесь было высажено более 600 тысяч сосен пальм кипарисов и эвкалиптов этот парк очаровывает любого своей красотой ухоженностью чистотой и целебным воздухом что здесь вроде как море но сетка и мы попасть туда не можем я говорю ну блин как это можно было выход с парка закрыть сеткой выход к морю это бренд супер так нет смотрите какой песок мелкий такой классный песочек супер но он на дороге находится если что море с этой стороны вроде бы здесь видели знак где идут восстановительные работы возможно здесь был сильный шторм и размыло видите дорога вот полностью размыто поэтому сейчас это огородили типа восстанавливают и стоит там какая-то техника вдалеке эти кому-то реально повезло жить вот в этом доме и здесь море просто сразу море офигеть как же тут классно это просто моя мечта ребята вот она техника которая тут по закрывала все не дает доступ туристам но какие-то вот такие туристы я вижу пробрались как я и тоже что-то тут фоткают снимают блин такая большая территория пляжная они все перекопали перепахали надеюсь что в ближайшем будущем это будет красивый ухоженный пляж море супер еще она теплая сейчас просто идеально не знаю вот тут стоят дома и эти волны бьют по этим домам это значит что очень скоро эти дома придут в негодность и разрушатся слушайте тут так круто прям на берегу моря волны ветерочек и никого нету я просто одна здесь посмотрите абсолютно пустой пляж и красота можно просто топлис прыгнуть в море и никто не увидит потому что там строительная техника я смотрю что там уже никого нету возможно у них уже тьется кто жил в испании либо был знает что с двух часов до пяти ничего не работает в испании все отдыхают от пяти до семи еще работают немного потом идут домой этой стороны друзья посмотрите домики по которым бьет принципе море и выход прямо к морю ступеньки но здесь невозможно искупаться посмотрите какие тут камни но я бы хотела жить в таком домике пляж дальше находится либо вот по ту сторону просто сидеть на террасе когда у тебя прям под дом бьют волны я считаю что это суперски очень круто здесь конечно укрепили берег но если сильный шторм это не поможет сейчас море спокойно это посмотрите плещется очень жарко я присела в кафе вот такая вот водичка у меня слушайте это каталонская вода и она имеет соленый вкус нам вот так вот воду принесли а еще кстати знаете чего вот такая вот тарелочка с чипцами подарок мы сидим в кафе вот такой у нас вид открывается друзья я нашла себе мужа знакомьтесь это альфонсо красавчик правда шляпе знает толк я прохожу мимо думаю что за мужик сидит такой странного цвета подхожу ближе а он же памятник знаете как филикта же его посадит он же памятник а он вот пожалуйста сидит такой прикольный посмотрите я замаскировалась уже окончательно потому что солнце жарит уже неимоверно и просто дабы выжить в этой жаркой испании пришлось вот так вот снарядиться итак друзья мы сейчас рейна софия называется парк вход в парк выглядит именно вот так здесь рядом вы видели детская площадка расположена и сейчас мы с вами зайдем в парк и окунемся в атмосферу испанского прекрасного живописного парка оставайтесь со мной будет интересно поехали смотрите кто меня тут встречает главное что тут песочек как на море такое ощущение что на пляже красивая живописная птичка привет птичка спой нам пожалуйста куда же ты куда здесь также за забором есть озеро небольшое с очень грязной водой но здесь обитают гуси и утки греются на бережку чистят свои перышки по центру озера небольшой такой фонтанчик а вот одинокий лебедь который потерял свою вторую половину и он живет здесь в одиночестве но у него хорошая компания из гусей и уток также много скамеечек и столики со скамеечками где можно посидеть устроить себе пикник большая территория скамеек реально очень много также детская площадка где детки бегают играют и родители сидят на скамейке и наблюдают за ними здесь даже есть такой водопадик так что советую посетить вам это место прогуляться по красивым паркам но самая главная достопримечательность этого города это прекрасные чистые большие пляжи и туда мы отправимся чуть позже расположение деревьев ландшафт практически не были тронуты при создании парка сегодня это настоящий оазис где легко дышится знойным испанским летом в прудах живут утки лебеди павлины калифорнийская черепаха и на высоких соснах белки прогулка по тенистым дорожкам под шум небольших водопадов действует необыкновенно расслабляющим это излюбленное место для прогулок родителей с детьми которые приезжают сюда из соседних окрестностей и и и и я нашла друзья какие-то непонятные помидоры если честно но колючки ужасные колючки на этом непонятном фрукте и либо овощи выглядит как помидоры не знаю что это а также радует глаз вот такая вот красивая растительность вот такой вот красивый фонтанчик здесь расположен и называется это арея ботаника вот такой вот лабиринт дорожки я думаю что это для инвалидов но удобно если честно нету миллион ступеней город выглядит очень пустынным хоть и чисто красиво много кафе мороженое но людей нету где все люди посмотрите там 23 человека все город абсолютно пустой и сейчас друзья только начало октября а что будет зимой честно вам сказать город выглядит неплохо чистый аккуратный много кафе очень мало людей и я не знаю где все люди почему люди может они все на пляже но здесь рядом со всем это центр города нету людей тишина а сейчас друзья мы находимся на самой главной площади и центральной точки города позади меня находится собор то есть церковь а с этой стороны тоже не менее красивое здание а и и От центральной площади города к морю ведет улица, где расположились красивые фрески с историей и описанием города. И немного истории я также вам расскажу. Гвардемар был основан иберийцами и известен как Кабелла Лучера, после захваченной римлянами, а затем арабами. Гвардемар переводится как хранитель моря. Экономика города зависела главным образом от ловли рыбы и сельского хозяйства, поэтому в этих описаниях очень многое можно увидеть именно сельское хозяйство и рыболовство. Сам же город и замок были сильно повреждены землетрясением, которое произошло в 1829 году. Сильно были разрушены и значительно повреждены все древние постройки. В то время город переживает свое второе рождение. Впоследствии Гвардемар был восстановлен на территории, расположенной ближе к морю, что означает опрометчивым решением движущихся песчаных дюн. Песчаные же дюны начали захватывать город. Для того, чтобы закрепить природные пески, был предпринят проект посадки хвойных деревьев. Это заняло целых 40 лет, но стремительное движение песков было остановлено. Теперь на песчаных дюнах расположен парк. Спасибо, друзья, что смотрели мое видео. Не забудьте подписаться и поставить мне лайк. А на сегодня это все. Смотрите также следующее видео, где я буду показывать красивый же пляж этого города. Оставайтесь со мной и всего хорошего. До скорой встречи. Пока-пока.